С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 5 апреля. Сразу же о родившихся в этот день. В 1908 году появился на свет Герберт фон Каравян, австрийский дирижер. А в 1916 Грегори Пэк, американский актер, устроивший римские каникулы с очаровательной Одри Хэбберн. 1920 год. День рождения Артура Хейли, канадского писателя британского происхождения, мастера авантюрно-детективного жанра. Ну, кто тогда не зачитывался его аэропортом? Но были и другие произведения. Отель, колеса. 1950 год. Рождается Агнета Фельдскок, вокалистка шведской группы Абба. Да-да, та, которая блондинка. 1962 год. День рождения Кирсана Ильмжинова, президента Калмыкии до 2010 года, президента Фиде. А в 1969 году появилась на свет Эвелина Блёданс, актриса и телеведущая. Теперь о событиях этого дня. Приблизительная дата. 1242 год. Ледовое побоище. Русские войска под предводительством 22-летнего новгородского князя Александра Ярославовича Невского разбивают немецких рыцарей Тевтонского ордена на льду Чудского озера. Только рыцарей было убито 500 и 50 тевтонцев попало в плен. И была здесь злая и великая сеча для немцев и чуди. И слышен был треск ломающихся копий и звук ударов от мечей так, что лед на замерзшем озере подломился. И не видно было льда, потому что он покрылся кровью. В 1327 году в церкви святой Клары в Авеньоне итальянский поэт Франческо Петрарко впервые повстречал Лауру, которую полюбил с первого взгляда. И навсегда. Белокурая, с огромными и добрыми глазами, она казалась воплощением женственности и духовной чистоты. Очарованной ею Петрарко напишет практически сразу же. Благословен день, месяц, лето, час и миг, Когда мой взор те очи встретил. Благословен тот край и дол тот светил, Где пленником я стал прекрасных глаз. 1722 год. Экспедиция адмирала Якобо Роги Вена, отправленная голландской вест-индской компанией в августе 1721 года на поиски гипотетического южного материка, открывает остров, который называется островом Пасхи. Голландцы поражены видом разноцветных туземцев – чернокожих и краснокожих. Однако еще большее впечатление на них произвели расставленные по берегу гигантские до 20 метров высотой каменные стуканы. Исследования продолжаются и по сей день. 1815 год. 5-12 апреля. Во время извержения вулкана Тамбро на острове Сумбава в Индонезии погибает почти 5000 жителей. Воздух выброшено по приблизительным подсчетам почти 2 миллиона тонн обломков. Извержение вызывает знаменитый год без лета. В 1874 в Вене впервые исполнена оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Сюжет произведения актуален всегда, ведь он описывает вечные проблемы семейного быта, супружеских отношений, любви, ревности, радости и разочарования. Пикантная ситуация, в которую попадают главные герои произведения, открывает перед зрителем всю палитру эмоций. Неверному Айзенштайну предстоит влюбиться в собственную супругу, которая предстала в образе прекрасной незнакомки. А очаровательной Розалинде следует постигнуть новой грань женской мудрости и обаяния, чтобы возродить былые чувства и сохранить семейный очаг. Как это по-настоящему? В 1917 год в Петрограде на Марсовом поле проходят торжественные похороны, павших во время Февральской революции. Этот день объявлялся днем воспоминания о жертвах революции и всенародным праздником Великой Русской революции на все времена. Это официальное название. Было предписано организовать похороны как всенародные и общегражданские, без какого-либо церковного обряда. В 1937 главой НКВД становится Николай Ежов. Вскоре вся страна оказалась в так называемых ежовых рукавицах. Когда Мавр сделал свое дело, его постигла участь его же жертв. В 1980-й опубликованы сообщения о ратификации президиумом Верховного Совета СССР и президиумом Революционного Совета Афганистана договора между правительством СССР и правительством ДРА об условиях временного пребывания ограниченного контингента советских войск на территории Демократической Республики Афганистана. В 1985-й в 3.50 пополудни по Гринвичу 5000 радиостанций в большинстве стран мира прерывают свое вещание и передают песню Via The World, написанную Майклом Джексоном и Лайонелом Ричи и исполненную 46 американскими музыкантами. Это было особое мероприятие по сбору средств Фонд помощи голодающим в Африке. Ну а песня стала гимном миру. 1994 год. Одно из самых громких убийств 90-х. В Москве у выхода из Краснопресненских бань убит 46-летний председатель Фонда социальной защищенности спортсменов имени Льва Яшина Атари Кванторишвили. Ну и самое последнее. Сегодня, 5 апреля, Международный день супа. В национальной кухне любой страны существуют рецепты этого блюда. Суп готовят как летом, так и в зимний период. Они помогают насытиться и восстановить силы, повысить свой тонус. А врачи уверены в полезности супов даже во время болезни, прописывая больному легкие бульоны и овощные супчики для восстановления сил. Ну а если вспомнить такие названия, как харчо, уха, щи и, наконец, борщ, слюной можно и зайти. Как говорится, приятного аппетита. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.